Друзья, всем привет! Собираюсь я съездить в одно очень интересное место Это место, во-первых, очень интересно мне Ну и засниму для вас, может быть и вам понравится Недавно я открыл карту И на этой карте нашел где-то 8-9 домиков Где раньше жили настоящие отшельники Да-да, друзья, самые настоящие отшельники Сейчас там уже никого нет, возможно, может быть кто-то и будет Попробую добраться до всех хижин и покажу вам, что там находится Сам я там не был, но об этих местах я очень давно наслышан И знаю, что там действительно жили отшельники Все, я собираюсь, все, я выезжаю Погода сегодня нам не дает снимать, как обычно Надеюсь, до туда я доберусь и все вам покажу Обязательно досмотрите этот ролик до конца Ну и пишите Всем приятного просмотра! Ну что, друзья Вот на моем пути Можно сказать, первая хижина Вот Здесь я припарковался Домик сделан из пленки Какой-то летний балаган, можно сказать Фух Да, сегодня очень много снега Выпало тоже прилично Вроде можно ехать Так, здесь что-то заколочено походу Не знаю, входа нет Здесь какой-то бытовой мусор у них Два слоя пленки И там вон Какие-то эти Десят А вот тут у них еще какой-то пристрой Бочки есть Бочки есть Да, друзья, вход походу заколочен Попасть внутрь нельзя Снега почти по колено Выпало Да, в общем Вход заколочен Заколотили они его Так, здесь Дровяник у них По всему Дров встать еще есть Что-то тут По-моему, рухнуло Крыша упала Вот Второй домик Это, наверное, первый Все-таки тот второй Сейчас до него доберусь Здесь тоже непонятное Сооружение Тут, походу, у них Типа склада, что ли Что-то привязано Да, у них здесь склад, походу Что-то вроде бытовки Матрасы А тут непонятно, что Кирпич Закрытый Двенадцатый калибр Охотники, походу, были Здесь еще Очень много бутылок разных Из-под пива Канистра Это зола, походу Да, простая бытовочка Все очень просто Вот этот домик Очень хороший Красиво Выполнен Стоит на тюльках Здесь окно, походу Тоже заколотили Так, где вход-то тут Так, а вот вход Вход тоже заколочен Все заколотили Они здесь Вот заезжал, заметил Много растет Плодовых культур Вот слива, допустим Еще слива Так, яблоню замечал По-моему, там она Это какая-то ягода Несобранная Не знаю Может кто знает Какой-то барбарис Что ли Походит Не собрали В этом сезоне Они Ну все Еду дальше Еще здесь На этой стороне У них много очень домиков Да, вот этот дом Выглядит побогаче Чем те два Кирпич Смотрите Выкладывали Фундамент Утеплитель Вроде Травы с глиной Здесь качели Ну то есть Действительно Очень давно Здесь Никого не было Можно сказать Да Вот это домино Двухэтажный Доска была Кирпич Вот, кстати Яблоня растет Здесь открыто Там Какое-то Сооружение Непонятно Так Тук-тук-тук Да, опасно ходить Крыша уже Прогнулась Какие-то Ящики У них тут Под овощи Наверное Дорва Это Детская Палатка Что ли Ух ты Так Висит Замок Большой Ключей Нету Посоление У них Тут Смотрите Ничего себе Ключей Нету Что-то Открывал Он Видно Нажаль Внутрь Не попаду Все окна Затянуло Не посмотреть Жаль Дом Каркасный Утеплили Соломой С глиной Да Вот Второй этаж У них есть Это Конечно Да Шедевр В лесу Смотрите Друзья Какой Фундамент У них Из Бутылок Да Такого Я еще Не видел В общем Друзья Никто Меня Наверное Не осудит Если я Выкрутил Три Самореза Обратно Буду Уходить Обратно Закручу Так Открываю Тук 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 Пахнет Сыростью Пахнет Как в подполье Кстати Как-то Жутко Становится Печка С лежанкой Так Похрустывает Подпора Центральная Минолеум Кстати Не обратил Внимания Пахнет Овощами Это наверное Вот одежда У них тут Вся Вспрела Вот и пахнет Не очень Приятно Инструменты Инструменты Шашки Шахматы Шашки Средства Для собак Кедр Целитель Могуч Кстати Говоря Они тут Говорят Садили Кедры Вокруг Своих Помещений Жилищ Да Вот это То Что Все тут Спрело Видать Крыша Течет Пахнет Здесь Как в подполье Санкт-Петербург Ну Кстати Внутри Выполнено Все Очень Даже Красиво Лапти Маленькие Для детей Стол Уже Шатается Печка Это Вообще Шикарно Здесь Лижанка Чего Одна Стоит Только Тут Это Духовка Да Друзья Выпи Эта Духовка Железный Ящик Монтированный В печку Кстати Многие Нам писали Рекомендовали Посуда Электричество У них было Смотрите Пол Уже Гнется Лапша Рис Ячневый Рис Часы Интересно Электричество У них Отчего Здесь Было Бензинов Наверное Не напасешься Была Солнечная Панель Наверное Здесь Пол Уже Все Рухнул Тут Ужил Какие-то Звери Все Друзья В общем Время Своё Берет Попробую Попробую Вам Тут Показать Обшито Вагонкой Да Довольно Таки Неплохой Второй Этаж Смотрите Все Уже Осыпалось Все Сгнило Вагонка Обшита Выход На второй Этаж Точнее На балкон Теплитель Вещи Все Друзья Чтобы Вы Не ругались Закрутил Я Все Обратно Ничего Я здесь Не трогаю Все Оставляю Как и было Кстати Вот Непонятно Куда Все-таки Провода Выходили Откуда Бралось Здесь Электричество Специально Для вас Друзья Выложу Все фотографии Которые Я здесь Сделал До Публикации Ролика Так что Друзья Кто Хочет Следить Подписывайтесь Обязательно На соцсети Там Все Фотографии Бывают Либо До Походов Либо После Кадры Которые Не входят В ролик Да Очень Интересно Все Друзья Едем В следующую Хижину Все Домчал До Следующей Избушки Они Тут Все Рядышком Находятся По сути Где-то По лесу Можно И пешочком Доходить Наверное С этим И умыслом Они И строили Чтобы Быть Рядом Кстати Говоря Походит Это Больше На Баню Вот Это Сделано Очень Капитально Так Здесь Какой-то Навесик Дрова Тут Все Закрыто В общем Уходя Они Очень Капитально За собой Все Закрыли Все Заколочено Не Посмотреть Что там Ну Какая-то Бытовка Скорее Сего Ну Вот Это Вот Очень Красиво Тоже Сделано Из Сруба Наверное Три с половиной Где-то На Три с половиной Походит На Баньку В общем Это Была Четвертая Или Пятая Хижина Не Знаю Я Уже Сбился Со Счету Так Есть Еще Здесь Одна Хижина И Еще Там В стороне Несколько Хижин В общем Поеду Но Снегом Сегодня Вообще Заметает Ну Это Уже Следующий Домик Тоже Смотрите Как Сделан Из Капитального Сруба Я Когда Подъезжал У меня От Снегохода Свет В окно Светил Я Аж Испугался Думал Кто-то Здесь Есть Так Тут У них Какая-то Беседка Была Походу Опа Какой вход Да Здесь Смотрите Ну так-то Как-то Зашел Поднялся Так Низ Касал На замке Тоже Все Ну На чердаке Здесь Лежит Очень Много Садового Инвентаря Здесь Не Утеплено Я Вижу Снег Вот Задувает Где-то Уже Видите Вон Рубероида Нет В общем Давно Никто Здесь Не Живет Все Так Изгниет Сруб Хороший Тут Кстати Можно Еще Второй Этаж Сделать Все Есть Здесь Инструмент Теляжка Все Расскажу Немного Вам Истории Которая Здесь Происходила Все Точно Я Не Знаю Но Что Я Знаю Сейчас Вам Немного Донесу Попробую Рассказать Примерно Начали Жить Они Здесь Где-то В Десятом Году Примерно Не Помню Точно Но Примерно Это Был Десятый Год Все Вы Наверное Помните Что В Двенадцатом Году В Декабре Двенадцатого То есть Двенадцать 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 Обещали Конец Света Все Эти Люди Я Конечно Извиняюсь Если Не знаю Задену Чьи-то Чувства Но Я К этому Вообще Никого Дела Не Имею То есть Пускай Люди Если Так Хотели То Они Так И Делали В В общем Что В Двенадцатом Году Обещали Конец Света И Вот Эти Люди У В общем То ли Их Обманули То ли Вот Эта Религия Заставила Сюда Прийти В лес Можно Сказать На Голый Участок И Вот Собирать Такие Дома Ну Этот Сруб Скорее Сего Купленный Я Не знаю В истории Но Вот Все же Вот Они Здесь Построились Еще Есть Где-то Четыре Домика Дальше Я Поеду Покажу Вам Вот Так Вот Люди Строились Здесь Жили Так Сказать Ждали Конец Света Занимались Они Вот Садовничеством Яблони Вот Много Очень Я Сати Заметил Сливы То есть Вот Тоже Видел Еще Какие-то Ягоды Клубника Говорят Здесь Очень Много Растет То есть Уже Эта Клубника Разрослась До Знаете Такого Дикого Ну Дикого Клубника Она Как Земляника В лесу Начала Здесь Расти В В Они Жили Получается 12 Год Прошел Конца Света Не Было Прожили Они Еще Здесь Ну Наверное Не Так Много И После Этого То ли Не Зав Извините Поумнели Либо Поняли Что Их Обманули Либо Поняли Что Здесь Вот Так Жить В лесу Это Очень Сложно И Они Все Уехали Из Леса Вот Оставив Здесь Очень Много Таких Сооружений Вот Получается Видел Я Гильзы 12 Калибра Конечно Без Охоты Здесь Точно Не Выжить Здесь Еще Находится Неподалеку Пруд Туда Они Ходили Ловить Рыбу То есть Это Были Реальные Факты Люди Которые Приезжали Из Деревни На Этот Самый Заброшенный Пруд Рыбачить Они Их Встречали В общем Ходили Они Туда Рыбачи Где-то Может Охотились Где-то Что-то Выращивали Даже Вот Видели Вы Показывал Я Что Консервировали Это Очень Удивительно В общем Старались Люди Здесь Жить Но Все-таки Не смогли Все Уехали Ну Люди Говорят Что Нет Нет Они Летом Сюда Бывают Приезжают То есть Приезжают Посмотреть Все ли Хорошо У них Здесь Ну Можно Скать Как на В общем Вот Такая История Может Быть И Действительно Своя Вера Заставила Уехать Сюда Блядь Жить Но Что-то Потом Пошло Не так Ладно Поеду Дальше Вот Искал Ключ Наверняка Он Где-то Здесь Должен Спрятан Быть Но Так И Не Нашел Его В общем В эту Избушку Попасть Я Не Могу Но Мне Кажется В этой Избушке Наверное Всех Лучше И той Которая Закрыта Возможно Кстати Была Это Изба А Та Баня Мне Так Кажется Ладно Едем Дальше Прибыли К следующей Хижине Так Тоже Она Больших Размеров Вижу Дубы Посажены Так Это У нас Тут Кладовка Скорее Сего Так Это Нужник Этот Дровяник Тоже Заколоченный Что Там Есть Там Дрова Наверное Вам не Видно Но Там Дрова С Кирпичами Короче Кирпич Новый Нетронутый Лежит Сдается Мне Что Эта Избушка Она Достроиться Так И не Успела Потому Что Здесь Нет Ни Занавесок Нет Ни Печки Так В общем Ничего Здесь Нет Походу Не Успели Достроить Вот Замок На Замке Уже Вон Эти Боссы Одиночки Сделали Все Там Жилище Глиной Залепили В общем Так И Эта Избушка Не Доделана Походу Всего Я Не Вижу Смотрите Сами Все Добрался До Крайнего Здесь Целый Склад У них Тут Какая Рама Дружба Дружба Стретч Пленки Очень Много Книга Диванов Лоси Лосиные Курьки Бутылит В общем Что здесь Только Нет И Конечно Ж Она Закрыта Так Это Что-то Такую Тут Магнит Какой-то Зашитый В общем Открутил Я Тут Не ругайтесь Прикручу Обратно Тук-тук Ну Здесь Тоже Вот Небольшая Избушка Тоже Здесь продукты хранятся, велосипед, швейная машинка, настольная игра какая-то. Постельное белье новое, хорошее, умывайник, печка, печка вообще шикарная, считаю, для такой хижины, кстати, чистое, смотрите, гвоздика, анис, Мыши попадали, какой-то кошачий корм, друзья, так чаю захотелось, маленько умотался я тут по снегам ездить, Сейчас чаю попью немножко и поеду. Осталась еще последняя хижина, я не знаю, доеду ли я до туда, но по картам она находится, можно сказать, чуть дальше вот этих основных, И туда можно только проехать через лес. По картам там еще более-менее места пустые, не заросшие, но не знаю. Уже столько времени прошло, возможно, все заросло и, может быть, и не доеду до туда. Сейчас немножко чаю горячего и поедем. Вот эта, получается, избушка самая крайняя, последняя, между первой и вот этой, и вот, которую сейчас я поеду, она находится между этой и первой, и чуть глубже в лес, вот так вот. Очень, как-то, я не знаю, что сподвигало таких людей. Неужели действительно конец света сюда? Видать, какое-то время они еще здесь жили, как-то держались, но все-таки вот этот весь гнет лесной не выдержали и уехали обратно. Все, друзья, сделал я все как и было, ничего я не трогал. В общем, сажусь на снегоход и еду на последнюю хижину. Посмотрим, смогу ли я до туда доехать. Нахожусь я на старой лесной дороге. Вот она уходит туда, идет на спуск и, так, получается, сама хижина вот где-то там находится. В общем, не стал я рисковать, не буду я спускаться. Есть здесь объезд, но очень далеко, я уже туда не поеду. Не буду рисковать. В общем, буду сейчас обратно выезжать уже на лесную дорогу, на нормальную и поеду обратно. Вот так вот. Ну, на этой технике просто обратно не поднимешься. Так-то можно было, если была бы у меня какая-нибудь БРП-шка горная. Тут, конечно, да, вообще без всяких вопросов можно было съехать. А так рисковать не буду. Сколько я уже здесь езжу, получается, это старые колхозные поля, которые уже бросили. Деревни здесь не стало. Вот, начинают они зарастать. Вот. И я вот сколько езжу, замечал, вот высаженные дубы здесь. Вот это что? Это шиповник растет. Шиповник ведь это? Да. Вот очень много шиповника растет. Яблони, сливы или терн, как ее называют. Вот так вот он высажен. Вот. Дуб уже большой. Для наглядности хижина стоит отсюда очень далеко, метров, наверное, 300. А вот эти дубы, шиповник, получается, яблоки посажены здесь. То есть, вот на таком расстоянии они все засаживают. Для чего это делается, я не знаю, конечно, но все же интересно. Скорее всего, то, что здесь место более-менее открытое, поэтому они высаживают здесь. Возможно, даже здесь и грядки где-то есть. Зачем они высаживали дубы, мне тоже очень интересно. Да, дубов у нас, кстати, в нашей местности нет, поэтому это очень хорошо, в принципе. Вырастет он, потом будут желуди, будут кабаны везде, желуди растаскивать. И, глядишь, у нас будет наша фауна или флора пополняться дубами. Кстати, вот еще кустики какой-то ягоды. Я не знаю, что за ягода, напишите. Ну вот, красится в красный цвет. Вот так вот кустами все рассажено. Кедров я здесь не наблюдал, вот сколько езжу, не замечал. Все, кстати, идет ледяной дождь. Все, я буду уже выбираться. Все, пора ехать. Все, начался ледяной снег. Я собираюсь домой. Конечно, жаль, что не получилось добраться до последней хижины. Ну ладно, потом весной приеду. Опять, друзья, начинаются у меня снежные серии. Как я не снимаю, всегда идет снег. Было это в прошлом году и, походу, будет в этом году. Все хижины я объехал. Это было очень интересно. Давно это я знал и все, не мог сюда приехать. Мне, конечно, будет дико неудобно, если кто-то из хозяев этих избушек, хижин, будет меня смотреть. Вот, но рассказываю я от себя, как я это вижу, то и говорю, в общем. Так что без обид, не обижайтесь. Ну и что, извините меня. Погода, друзья, совсем портится. Допиваю последний. Так, ну, конечно, снег еще падает тут. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Задавайте вопросы. Мне очень даже и самому было это интересно. Поэтому, я думаю, можно будет и побеседовать на эту тему в комментариях. Приеду я сюда обязательно еще весной. Многое, наверное, под снегом скрыто, что я не увидел. Хотелось бы, конечно, еще понаблюдать. Возможно, у них там действительно был свой огород. По поводу, кстати, хижин. Все они были вокруг, как это сказать, засажены плодовыми культурами. Это причем вообще каждая избушка, каждая хижина. Видать, был определенный участок закреплен за каждым. Вот так вот, друзья, получился вот такой лайтовый выпуск. Лайв, без всяких постановок камер. Все снимал от первого лица, можно сказать. То, что я видел, видели и вы. Из всяких разных ракурсов. Все, друзья, подписывайтесь. Подписывайтесь на соцсети. Там я выложу до публикации ролика фотографии. Вот так вот. Не забывайте, заходите на мой канал. Подписывайтесь, кому интересно. Всем до свидания. Всем хорошего настроения. Будьте здоровы. Последний чай поеду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...